Святой Иоанн, предтеча и креститель Господа, занимает в церковном богослужении особое место. В его памяти посвящен вторник каждой литургической недели, а на следующий день после крещения Господня празднуется его собор 7 января старого стиля. Церковь вспоминает также не только день его смерти 29 августа по старому стилю и обретение и перенесение его останков, как это совершается в отношении других святых, но также и его зачатие 24 сентября по старому стилю и Рождество 24 июня по старому стилю, как и зачатие и Рождество Богоматери. Иоанн креститель самый великий из рожденных женами, но меньше в Царстве Небесном больше его. Служение предтечи принадлежит еще Бетхому Завету. Ему надлежало умоляться перед крестом, которому должно расти. Святой Иоанн пришел перед Мессией в духе Исиний Инеи, таинственного предтечи второго исламного пришествия Христова. Но если Илья сводил огонь с неба, то предтечи первого его пришествия не сотворил никакого чуда. Он был больше пророка, он был в верширной ветхозаветной святности, но перед тем, кто шел после него, он никаким внешним законом не проявлял своего посланничества и был лишь глазом вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу. Илья, взятый на небо в огненной колеснице, должен вместе с Енахом вернуться на землю, чтобы умереть как свидетель. Иоанн предтеча уже завершил свое свидетельство мученичеством еще до того, как Христос исполнил дело спасения. Уже после вознесения Господня Церковь, приняв благодатное крещение Духом Святым и огнем с небес, воздаст почитание предтечи Христа. Она признает истинное величие Иоанна Крестителя, который есть после Богоматери величайший из людей. На иконах Диисуса по сторонам от Христа Вседержителя изображаются Пресвятая Богородица и Друг Жениха. Наша икона Россия XVI век написана, как и соответствующая ей икона Богоматери для трехчастной иконы Диусус. Изображен в полфигуры предтеча склонен к левой стороне иконы. Он смотрит на Христа. Левая его рука в жести молитвы. Правая же показывает верующим раскрытый свиток со словами его проповеди покаяния. «Покатись, а приближе быся царствие небесное, уже бы и секира при корене древа лежит, всяко у бы древа еж не творит плода добра, посекаемо бывает и во огонь вметаемо». Поверх одеяния из верблюжьего волоса Иоанн Претеча одет в темный гимнатий. Его длинные волосы падают на плечи, борода растрепана. Этот человек пустыни, прообраз великих христианских отшельников. Аскетические черты его лика соответствуют строгости его проповеди покаяния. Эта икона подверглась некоторым изменениям. Контурфигура святого Иоанна Крестителя был в XVII веке обведен золотом. Образ был перенесен на более крупную доску, еще различимы старые поля, которые пересекают часть нимба. Маленький черный квадрат, оставленный в нижней части иконы, показывает, как она выглядела перед расчисткой, недавно произведенной в Париже. Другая воспроизведенная здесь икона святого Иоанна Крестителя представляет его с двумя большими крыльями за спиной, придавая посланцу, мессии и вид ангела. Иконописцы буквально следовали словам пророка Малахии, относящимся к предтиче. «Все аспасы лаю ангела моего пред лицем твоим, и же готовит путь твой пред тобою». Этот иконописный тип появляется уже в XIII столетии в Сербии на стеной росписи в Арилье и в миниатюрах. Иконы же крылатого предтечи распространяются с XVI века. Изображение предтечи с крыльями соответствует не только его служению как посланника, но и аскетической жизни земного ангела и небесного человека. Оно раскрывает один из многочисленных аспектов его святости. На нашей иконе крылатый предтеча стоит перед Христом, путь которого он должен уготовать. Господь изображен в левом углу иконы по пояс, окруженный небесными сферами. Предтеча изображенный в рост повернут влево и выделяется на золотом фоне неба. Крылья его разделаны золотом. Он молитвенно простирает левую руку, а вправо держит крест и развернутый свиток. Он одет в верблежью шкуру и гемантии, окрывающие верхнюю часть тела и оставляющие открытыми руки. Предтеча проповедует в пустыне Иудейской и по всей окрестной стране Иорданской. Ступенчатые скалы фона представляют пустыню, а полоска воды на переднем плане у ног Иоанна – Иордан. Несколько кустов и секира при корени древа указывает на слова его проповеди. В нижнем левом углу отрубленная голова крестителя. В чаше напоминает о том, что он завершит свою жизнь мученичеством. Греческая надпись в верхней части иконы указывает на ее содержание – святой Иоанн Предтеча. Имя иконописца написано в правом нижнем углу – Власий священник. Греческая надпись в правом нижнем углу – Власий священник. Греческая надпись в правом нижнем углу – Власий священник. Власий священник. Продолжение следует...